Финальная игра регулярного первенства высшей лиги по мини-футболу конференции «Запад» состоялась в Щелкове. Команда «Газпромбурение» перед началом матча 26-го тура лидер турнирной таблицы опережает мини-футбольный клуб ЛКС на два очка. Следом же идет команда «Голден Игл» из Стаброполя. Именно с ней предстояло сразиться дома на площадке универсального спорткомплекса Подмосковья с Щелковцем. И началась игра. Сразу стало понятно. Обе команды вышли на паркет с боевым настроем. Первый тайм провели в мощном сопротивлении. Контратаки, опасные моменты были со стороны обеих команд. И хотя хозяева ввели поединок с небольшим преимуществом, все же в первой половине игры так и не удалось открыть счет. Наконец, после снятия ограничений, зрители вновь смогли понаблюдать за любимой игрой. Поддержать спортсменов приехали болельщики. Сейчас вот после года, конечно, приятно так вот выйти. Вот буквально, наверное, я вот второй раз, я здесь уже был на область, на первенстве Щелковского района здесь тоже был на финале. Видел, что уже вот такие большие трибуны, все поддерживают. Видимо, уже устали все от этой пандемии. И, конечно, все болельщики Щелковского района хотят, чтобы именно наше «Газпром Бурение» выигрывало этот турнир. Сразу, как только стали болельщиков пускать, мы на первый матч пошли же. Каким настроением сможешь ли на эту очередь? С боевым. Газпром выиграет. Трибуны не утихали. И, казалось, такая мощная поддержка болельщиков должна была вдохновить щелковцев. Однако пробить оборону гостей не удавалось. И вот на девятой минуте счет был открыт. Однако не щелковцами. Первый гол забили гости. Хозяева попытались отыграться, ответив контратакой, но безуспешно. В результате на 20-й минуте второго тайма счет на табло был 3-0 в пользу «Голден Игл». В конце матча щелковцы выпустили пятого полевого и отыграли два очка буквально за минуту. Однако фортуна в этот день была явно на стороне гостей. Воспользовавшись ситуацией, «Голден Игл» забил два гола в пустые ворота хозяев. Итог игры 2-5. Если в целом брать игру, она была относительно равной. На протяжении примерно полтора тайма. Чуть раньше они забили гол. И у нас, на мой взгляд, было чуть-чуть больше моментов голевых для того, чтобы выйти вперед. И очень важно было сегодня выйти вперед. Но нам это не удалось. Мы все расстроены, но не надо не забывать, что впереди плей-офф, впереди чемпионат. И если мы команда, мы там должны себя проявить и выиграть, постараться выиграть этот чемпионат. Одна восьмая финала плей-офф среди команд высшей лиги состоится уже 6 апреля. По результатам же регулярного первенства команда «Газпромбурения» попала на вторую строчку турнирной таблицы, уступив мини-футбольному клубу ЛКС Липецкой области. Обыгравшему московский «Спартак» со счетом 10-4.